Федеральные льготники, которых в крае свыше 200 тысяч, должны до конца месяца определиться. Хотят ли они получать жизненно важные препараты или компенсацию в размере примерно 1200 рублей. В 2024 году лишь четверть предпочли лекарства деньгам. Сумма в среднем затраченная на одного федерального льготника у нас составила почти что 40 тысяч рублей. Почти что в 3,5 раза выгоднее, чем пациенты получили бы лекарственные препараты, чем пациенты оставили бы выплату в денежном эквиваленте. Врачи не рекомендуют отказываться от лекарств, особенно сердечникам и тем, у кого проблемы с сосудами. К примеру, после инсульта или инфаркта прием препаратов – это основной принцип лечения. Кстати, болезнь помолодела. Если раньше сердечно-сосудистые заболевания были у тех, кому за 60, то сейчас многим пациентам едва ли за 40. Смертность от осложнений, от сопутствующих хронических форм ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности – это на долю приходится 37% не менее в структуре смертности. Еще один плюс в копилку лекарств – пациент находится на постоянном контроле у врача и не выпадает из его поля зрения. Поэтому доктору проще отслеживать процесс излечения и корректировать его при необходимости. Однако, если прервать курс, то все старания могут уйти к коту под хвост. Может возникнуть либо другое заболевание, требующее лечения, а если он является федеральным льготником, то бесплатно лечатся все имеющиеся заболевания. Поэтому это крайне важно – сохранить этот соцпакет. Выбор между деньгами и лекарствами льготники могут сделать до 1 октября. Люди, решившие изменить форму помощи, могут подать заявление в Соцфонд России. Через сайт или лично. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.